В современном мире существует огромное количество разных профессий. Некоторые из них появились совсем недавно, а другие – много лет назад. Одной из старейших профессий является профессия учителя. Назирет Марзанна Хуажева посвятила благородной профессии учителя 36 лет. Ну, вообще я родилась в маленьком ауле на береге Кубани. Это Успенский район Краснодарского края, аул Кургоковский. В большой семье. У нас в семье было пятеро детей. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что родителям было непросто поднимать пятерых детей. Вот в то время они были люди простые, сами не имели высшего образования. Но всех нас пятерых детей они поставили на ноги, дали образование. За что им, конечно, большая благодарность. Ну, училась я, естественно, в своей же школе аульской. Восьмилетняя у нас была школа. После окончания мы заканчивали... Дети аульские заканчивали в соседнем селе Маламино, в среднюю школу. После поступила в Армавирский государственный пединститут. Закончила его по специальности учитель русского языка и литературы в 1984 году. Естественно, тогда у нас были направления. По направлению я поехала работать в свой же район, в маленькую восьмилетнюю школу. Не у себя, но в Успенском районе. Начинала там педагогическую деятельность. Вскоре меня перевели в среднюю школу, в районную, потому что там не было учителя и посчитали, что в районной школе нужнее учитель, чем, наверное. Ну, так получилось. Вскоре я вышла замуж и попала, оказалась в Кашихабле. Вот с тех пор, с 1985 года я живу и работаю в Адыгее. Но вот в этой школе, в Кашихабльской школе, тогда она была номер семь, сейчас номер один, я работаю с 1988 года. Практически вот все это время беспрерывно работала здесь. 36 лет трудового стажа, вырастила троих детей. Ну вот, просто рядовым учителем работаю все эти годы. Учитель – это человек, который необходим всем и каждому. Быть учителем очень трудно. Необходимо обладать добротой, терпением, умом, любовью к детям. Всеми этими качествами обладает и Назирит Хуажева. Ну, наверное, в профессию пришла, как многие учителя моего поколения. Ну, в детстве мы все, не так, как современные дети, любили играть в школу. Лично я любила играть в школу, потому что семья у себя, в семье, да, пятеро детей. На улице, на нашей улице тоже были большие семьи, и дети как-то общались, много играли вместе, друг у друга к соседям ходили. Ну, я любила собирать маленьких детей, сажать за стол, давать им примеры решать, диктанты диктовать, проверять потом это все. Но в тот момент, ну, тогда мне было лет 13-14, ну, 15, может быть. Но тогда еще не задумывалась о профессии учителя. Это решение пришло уже к концу 10 класса, когда нужно было выбирать, куда идти учиться. Ну, и на мое решение, конечно, повлиял мой классный руководитель Товоровская Татьяна Сергеевна. Она преподавала русский язык и литературу, и вот перед глазами был чудесный образец. Ну, и еще не была уверена, что из меня получится толковый учитель. И поэтому я вот сейчас вспоминаю, что после 10 класса мы классом с Татьяной Сергеевной ходили в поход после последнего звонка. И она нам предложила каждому написать на листочке, кем бы вы хотели стать, и через 5 лет встретиться, и вот посмотреть вот эти свои записи. Ну, я четко помню, несмотря на то, что больше 40 лет прошло, что я писала в записке, что я хочу быть учителем, но только таким, как Татьяна Сергеевна. Что я имела в виду, что она для меня была образцовым учителем. Никогда я не видела, чтобы она голос повышала. Всегда спокойная, ровная, рассудительная, объясняла хорошо. Но все это, видимо, отразилось на выборе. Хотя в школе самым любимым предметом у меня с самого начала была алгебра. Ну, а потом вот под влиянием, скорее всего, Татьяны Сергеевны решение мое поменялось. Выбрала предмет русский язык литературы. Учитель — это не профессия, а призвание. Становление самой личности ребенка зависит не только от того, что вложат в него родители, но именно от того, что вложит в него первый учитель. На первый взгляд, кажется, самое важное — это дать прочные, хорошие знания учащимся на значении учителя. В первую очередь учить. Но с течением времени, лично из своего опыта, я поняла, что дать сумму знаний — это не самое главное в школе для учителя. Не суммой знаний запоминается школьный учитель, потому что вот очень часто бывает так, что тебя больше помнят и при встрече очень рады те ученики, которые были середничками, не очень хорошо учились. То есть сумму знаний, которые хотелось вложить в них, не получилось. Но эти дети, значит, в учителе видят самое главное не вот это вот, дать урок, что-то другое важнее. Учитель воспитывает ученика своим примером, своим поведением, своим отношением, возможно, своим вниманием к детям. Вот эти так называемые трудные дети, которые не очень хорошо учатся, но им приходится делать, может быть, больше замечаний, больше отчитывать, как-то больше времени на их воспитание. Возможно, это накладывает отпечаток на то, что, значит, получается, что для учителей важно не только образовывать учеников, да, но и воспитывать. Вот этот процесс воспитания очень важен в школе. — Вот какими чертами характера должен владеть учител? — Вы знаете, вот на днях буквально, вот в понедельник у нас, каждый понедельник, вы знаете, разговоры о важном, первый урок. И вот буквально в этот понедельник был у нас 3 сентября тема «День учителя». И детям было дано задание, разбились на команды и должны были написать, каким они видят современного учителя. Мне очень интересно, что все команды практически, да, в первую очередь написали «добрый», «доброту» отметили. Вот, смотрите, учитель должен быть добрым, уважительным, понимающим, смешным, модным, интересным. Дальше. Добрый, серьезный, понимающий, требовательный, интересный, общительный, образованный, модный, опять-таки. Добрый, умный, прилежный, должен уметь ладить с детьми, веселый, выглядеть опрятно. Учитель должен подавать пример, чуть-чуть строгий, внимательный, образованный, культурный. Практически, вот видите, дети обрисовали современного учителя, каким он должен быть. Они, это шестиклассники, они еще маленькие, но видите, как точно они попали. Ну, дети очень чувствительны вообще к любой фальше. Они не понимают, что такое фальш, да, но они очень чувствуют ее. И очень важно, чтобы вот в нашей работе этой фальши не было. Чтобы все, что ты делаешь на уроке, было от души, по-честному и в общении с детьми. Чтобы это было интересно и поучительно. Несмотря на всякие трудности о выбранной профессии, героиня нашей программы ни разу не пожалела. Вот за все эти 36 лет работы в школе, да, ну, бывало с перерывами на декретный отпуск, бывали трудные моменты, бывало так, что хотелось все бросить. Зачем мне это нужно? Можно найти более спокойную, тихую работу, да, без таких волнений. Но это были временные моменты. И что тянет вот школа, чем привлекает, чем она интересна, на мой взгляд. Потому что это живая творческая работа. А вот многие думают, вот из года в год вы говорите одно и то же, преподаете одно и то же. Одно и то же, но разным детям. Дети каждый год другие, классы другие, по-другому. Все равно нужно в каждом классе по-другому надо объяснять. С каждым классом работаешь по-другому. Поэтому вот это вот, наверное, то, что это живая работа с детьми, это все равно интересно. Дети всегда живые, непосредственные. К ним тянет, наверное. Ну и хочется, я люблю, когда вот они приходят в пятый класс еще не с мышленышами. Выпускаешь их уже взрослыми людьми. У них уже другой взгляд. Они умеют думать. И ты понимаешь, ты видишь, что вот в них частица твоего труда, это, конечно, радует. Вот результаты труда радуют. Дайте совет молодым преподавателям. Ну, известно, что давать советы дело неблагодарное. Но, тем не менее, у нас вот в школе есть молодые учителя. Я в свое время была молодым учителем. Придя в школу, я вот себя вспоминаю. Прежде всего, мне хотелось, чтобы урок был интересным, насыщенным. Чтобы я дала знания детям. Ну, в первую очередь, учитель, да, конечно, приходит давать знания. Надо быть готовым к каждому уроку. Учитель, еще одно общее место может быть. До тех пор учитель, пока он сам учится. Я до сих пор учусь. Поэтому, если педагог хочет в школе работать и добиваться чего-то, он должен все время сам учиться. Ну, и быть, вот как дети говорят, добрым, чутким. Учитель начинается с внешнего вида, в общем-то, с хорошего настроения. Да, ну, а оттуда идут все уже составляющие. В день учителя Надирея Тхуажева обратилась к своим коллегам с теплыми словами пожелания. Мы отметили день учителя. Пожелания много слышали сами. Ну, в первую очередь, я хочу обратиться вот с пожеланием к своим коллегам, которые уже не работают в школе, которые уже на заслуженном отдыхе. Но о них мы помним. Это и Валентина Джигитовна, и Тлешева, и Беслангурова Амината Юбовна, и Гидзова Любовь Хенгириевна, и Шепет Лариса Алексеевна, и Теучежевна. Ну, если кого-то забыла, извините. Но я хочу им пожелать крепкого здоровья, чтобы ученики помнили их. Ну, ко всем своим коллегам обращаюсь. Хочу сказать, что я желаю всем, не только коллегам своей школы, но и со всего района, хочу пожелать, ну, в первую очередь, мирного неба, удовлетворения от своей работы, благополучия в семьях, чтобы было, чтобы каждый урок радовал результатами, ну, и чтобы у всех было хорошо. Спасибо.